История 12. По камням на ощупь перейти море. Жарким июльским днём 1996 года господин Ли Цзинь Юань стоял перед огромной картой мира в своём офисе. Весь Китай от восточных равнин до западных плато, от снежных полей северных районов до Синего моря на юге, был утыкан флажками тяньши, обозначавшими присутствие филиала. Прогрессивная бизнес-модель, развитие дистрибьюторских сетей и магазинов как одновременное движение двух колёс с высокой степенью толерантности позволила эффективно выводить корпорацию на внешний рынок, преодолевая барьеры между регионами, культурами, языками, валютами и законами разных стран. Быстрый рост тяньши привлёк внимание опытной компании прямых продаж в Соединённых Штатах. «Поскольку иностранцы заинтересовались нами и пришли сами, мы не можем не ответить им дружественным визитом. Это было бы крайне неприлично», — размышлял господин Ли Цзинь Юань, стоя у карты и занеся на дне очередной флажок. «Это наш шанс принести миру знания о китайской культуре здоровья, существующей пять тысяч лет, и вывести высококачественную продукцию тяньши на мировой рынок прямых продаж». Господин Ли Цзинь Юань — смелый и осторожный предприниматель, обладающий отвагой и стратегическим мышлением. Если бы он действовал под влиянием импульса, то установил бы флажок тяньши сразу на карте США, но он отложил его в сторону. На следующий день на стене его офиса были вывешены огромные дорожная карта экспедиции Джэнь Хэ в Западном океане и дорожная карта Великого Шелкового пути. Идея состояла в том, чтобы вновь пройти на запад по Великому Шелковому пути и по морскому маршруту Джэнь Хэ. «Причина, по которой я выбрал морской путь, объяснял партнером господин Ли Цзинь Юань, состоит в том, что семь путешествий Джэнь Хэ — это путешествия, демонстрирующие стремление китайцев к миру и гармонии и величие китайской культуры. То же самое было и в странах Великого Шелкового пути. Для тяньши это будет менее затратный путь интеграции, и наши шансы на победу увеличатся. Наша тактика — использовать общий позитивный опыт для открытия новых мест и, добившись успеха в одном месте, распространить его на всех. Выслушав его речь, партнеру по бизнесу непроизвольно встали. А господин Ли Цзинь Юань воткнул в карту 37 флажков тяньши, которыми отметил страны евроазиатского и азиатско-тихоокеанского регионов, Африки, Латинской Америки и Европы, и еще один последний — на карту США. В 1997 году, когда корпорация Тяньши официально объявила о своей зарубежной стратегии развития, Ли Цзинь Юань выдвинул громкий лозунг «Второй прорыв в бизнесе Тяньши». Ключевая идея второго прорыва состояла в том, чтобы тяньшисты обнулили свои достижения и не почивали на прежних лаврах. Отправляясь в заморскую экспедицию, они должны были начать все сначала — по камням, на ощупь перейти вброд моря. Опора на передовую бизнес-модель, отличное планирование, упорный предпринимательский дух, успешная деловая дипломатия и высококачественная продукция стали основой поэтапной победой на международном рынке. В 1999 году подразделения Тяньши действовали уже в 37 странах. Начались крупномасштабные культурные туры в зарубежные страны для усиления международного влияния бренда Тяньши. А в 2013 году генеральный секретарь КПК Си Цзиньпинь предложил инициативу «Один пояс — один путь», объединяющий экономическую и культурную жизнь стран Азии, Европы и Африки. Совпадение мировых культурных маршрутов с маршрутами Тяньши стало большим мотивирующим фактором для дистрибьюторской деятельности. А в 2019 году корпорация Тяньши официально объявила о начале третьего прорыва в развитии бизнеса. Господин Ли Цзинь Юань отметил, На третьем этапе развития бизнеса корпорация Тяньши будет и дальше продвигать в глобальном масштабе стратегию «Один бизнес — много крыльев». Мы будем продолжать дружеское сотрудничество со странами и народами без вмешательства во внутренние дела, как посланцы мира. Продолжение следует... Продолжение следует...